В селе Туртапка Выксунского района праздник. После капитального ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт. На обновленные здания пришли посмотреть и дети, и пожилые люди. Строительство и капитальный ремонт врачебных амбулаторий и ФАПов – одно из направлений реализации нацпроекта здравоохранения. Фельдшер Людмила Лебедева проводит небольшую экскурсию. Помимо помещения, где проходит прием, появились процедурные и акушерские кабинеты, а также кабинеты для приема самых маленьких пациентов. Здесь проводим взвешивание, смотрим рост, на сколько прибавили, сколько выросли. В ходе ремонта ФАП в Туртапке претерпел заметные преобразования. Выровняли пол, полностью заменили электропроводку, систему канализации, отопление и утеплили стены. А еще теперь в фельдшерско-акушерском пункте появился аптечный киоск. Изменения в лучшую сторону отмечают и местные жители. Все очень замечательно, очень красиво. Все очень-очень нам нравится. Сейчас тепло, светло, уютно. Раньше был медпункт, ну тоже был, я не могу сказать, что он был там плохой или что-то, но не так, как сейчас. Как в рай приходишь, а самое главное, не надо ездить в Бургарси. А мы уже странные люди, нам очень хорошо здесь люди. Фельдшерско-акушерский пункт обслуживает два населенных пункта – село Туртапка и деревню Змейка. Всего около двух тысяч человек. Более трехсот из них – дети. До ближайшей больницы 12 километров. Добираться до туда пожилым людям и мамам с грудными детьми проблематично. Правда, теперь этого и не потребуется. В обновленном ФАПе есть все необходимое. Можно и анализы сдать, и прививку сделать, и даже получить консультацию специалистов. Мы организуем выезд сюда специалистов, таких как терапевта, педиатра, акушерогинеколога, эндокринолога, хирурга, если это необходимо. Пациентам медицинская помощь стала более доступна, и наши врачи с большим удовольствием и желанием теперь поедут сюда. Бывают случаи, когда помощь специалистов необходима экстренно. И такие ситуации в ФАПе предусмотрены. У нас для этого имеется телемедицина, то есть мы делаем ЭКГ, если что-то серьезное, то связываем с Нижним Новгородом, и все расшифровывают, и сразу дают указание, если что, куда, кого направлять. Работать в таких условиях одно удовольствие, отмечает фельдшер Людмила Лебедева. А значит, и приезжает трудиться в село, захочет больше медиков. В 2019 году запланировано предоставление выплат 40 врачам и 28 фельдшерам. В настоящее время выплаты уже получили 6 врачей и 5 фельдшеров по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Всего на реализацию нацпроекта здравоохранения в регионе с 2019 по 2021 год Нижегородская область получит более 6,5 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов. Валерия Стародумова, Время новостей.